Один только замок чего стоит, а выглядит он, я вам скажу, потрясающе! Приветствую вас, парни и девчонки! С вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки. Ну а сегодня у нас техно-вторник, немножко припозднился, этот выпуск выйдет практически уже в среду, но тем не менее, и сегодня я обещал вам рассказать про небольшой набор, точнее средний набор из игровой системы CastleCraft, и это средневековье, рыцари против викингов или викинги против рыцарей, набор содержит кучу миниатюр, да вообще о чем я говорю, давайте вскрывать и посмотрим содержимое, рассмотрим все миниатюрки, замок, поделюсь своим мнением, поехали! Итак, содержимое следующее, куча деталей на литниках, пара картонных линеек, кубик, схема сборки, инструкция по покраске, правила игры и, конечно же, информация от производителя, где написано, что данный набор упакован в октябре 2014 года. А еще не стоит забывать и про миниатюры, их тут 16 штук, из которых всего 8 разных солдатиков, Другими словами, в набор запихали по два одинаковых отряда. Кстати, если вы вдруг захотите себе такой замок или просто деталей закупить для постройки своего замка, то это сделать легко на сайте империя-фан.ру, ссылку на магазин я оставлю для вас в описании. Схема сборки весьма доходчивая, однако есть тут и некоторые странности. Например, вот этот момент, когда нужно было подрезать детали. По-моему, это так себе решение. Также немного смущает и хрупкость некоторых деталей, особенно ручки для дверей. А еще некоторые дверьки и люки, они не фиксируются, болтаются, что немного расстраивает. Ну и хватит о грустном, давайте уже о положительных моментах поговорим. А их тут немало, один только замок чего стоит. А выглядит он, я вам скажу, потрясающе. Создается впечатление, что оттуда сейчас начнут выходить маленькие рыцари. Забавно, реально крутой замок. Также добавьте сюда еще и шикарную детализацию всего строения. Каждая деталь в этом замке проработана весьма и весьма достойно. Еще к плюсам нужно отнести и то, что ворота, все двери и люки открываются. И не стоит забывать, что это не просто модель замка, это конструктор. Здесь все собирается без клея. И замок вы можете собрать такой, как вам захочется. А если добавите сюда еще деталей, то вашу фантазию уже ничего не остановит. Кстати, на коробочке изображены другие варианты постройки, которые можно сделать из этих деталей, которые находятся в этом наборе. И это, к слову сказать, тоже круто. Еще одной приятной плюшкой в этом наборе являются, конечно же, миниатюры, которые выполнены крайне добротно. Солдатики не обделены деталями, я бы даже сказал, имеют весьма серьезную детализацию при таком-то масштабе. Высота фигурок с подставкой составляет всего ничего 3 с небольшим сантиметра. И третьим плюсом я бы назвал то, что это настольная игра или варгейм. Со своими правилами, шикарными замками, крутыми фигурками и с неплохим инвентарем. Очень жаль, что технолог закрыл эту линейку и не продолжает модернизировать эту вселенную. Было бы очень здорово, но, увы. К счастью, как я уже говорил ранее, замки из этой вселенной можно покупать на сайте империя-фан.ру. Это очень здорово. Далее предлагаю вам взглянуть на каждого воина по отдельности. И сперва я вам покажу отряд викингов, а затем рыцарей. Приятного просмотра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, я познакомил вас с отличным набором из игровой системы CastleCraft. Жду вашего мнения в комментариях, что думаете об этом замке. Я же буду заканчивать. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, обзор был вам полезен. И вы наградите его своим технологовским лайком. Также не забывайте подписываться на канал и жамкайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, кстати, если хотите дополнительных баллов для конкурса Большой Куш, информация о конкурсе в описании, зайдите в то самое описание и посмотрите, что нужно сделать. Я пока просто еще не придумал. Ну, а я еще раз говорю вам спасибо за внимание. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok